Если вы сможете найти место, где не слышно шума машин и где не будет звенеть ваш телефон, если в тишине вы попробуете прислушаться к звукам деревьев, ветра и воды, только к звукам природы, и уделите этому достаточно внимания, тогда с вами произойдут невероятные вещи. Я много раз был в южно-идийских джунглях. Однажды я провел там целых 23 дня, в одиночку, без какой-либо помощи, даже без фонарика. И, конечно, в то время у меня не было телефона. На четвертый день у меня закончилась еда, которую я взял с собой, так что я начал добывать пропитание в лесу. Где-то на восьмой день я потерял свою куртку и половину рубашки, потому что убегал от диких животных. У меня осталось половину рубашки и штаны. Я продолжал пробираться по джунглям. Индия – это страна слонов и тигров. Я очень близко видел разных животных – тигров, пантер, слонов, диких буйволов. Но в итоге, когда я вспоминаю обо всем этом, что поразило меня больше всего – насекомые. По ночам в джунглях звучит оркестр. Боже мой! Это невероятно! Каждую ночь, в одно и то же время, ровно в 2.15 одна группа заканчивает, а другая начинает. Да, они чувствуют время. Каждый день, секунда в секунду. Одна группа начинает, затем другая. Но ты не понимаешь, о чем они говорят. Они явно говорят о том, о чем ты ничего не знаешь. Они не просто так шумят. Если просто сидеть там и слушать, постепенно начинаешь замечать, что в этих звуках есть структура и слаженность, которые намного превосходят любую симфонию, которую может создать человек. Это что-то более глубокое и сложное. Я считаю очень важным для каждого человека, в особенности для тех, у кого есть дети, чтобы ваш отдых проходил не в Диснейленде. Я не против этого. Но для всех этих глупостей, которые вас восхищают, одной поездки достаточно. Отдых должен проходить на природе. Если можете, возьмите детей на прогулку в лес, а не на курорт. Поживите в горах. Пусть дети побудут на природе. Я вас уверяю, ваши дети вырастут не только физически и душевно здоровыми, но и намного более разумными и принимающими замечательными людьми. Потому что когда вы на природе, не важно, чей вы сын или дочь, и кто вы в городе, не так ли? Очень важно, чтобы каждый испытал это на себе. Иначе вы начинаете создавать собственные иллюзии о том, кто вы есть, и принимать их за истину. Только смерть и болезнь говорят людям о том, кто они есть на самом деле. Очень важно, особенно если у вас есть детей, крайне важно, чтобы отдых не означал поход в кино или какое-то глупое развлечение того или иного рода. Важно, чтобы у нас была какая-то связь с тем, чем мы являемся. Тогда мы слушаем то, что нужно, то, что заставляет жизнь бурлить.